Подводим итоги заключительного матча этого тура в премьер-лиге. Красненькая речка уступила со счетом 2-3. Уступила она ветеранов. С нами Балагаев Джамал и Бортничук Николай. Не показалось ли тебе, Коль, что вот в конце вы сейчас дрогнете и вот-вот и пропустите? Да не, ну я верил в своих парней, конечно. Ну, Красненькая речка дала бой, там мы не первый раз с ними играем в том году. По-моему, они нас в кубке выбили, как бы, поэтому... Ну, прекрасно мы понимали. Да не знаю, ну сил хватало, типа парни играли, как бы... Просто у нас еще вчера была игра, может кто-то, я не знаю, там физически был не очень готов, но в целом... Да не, мне не показалось, что мы дрогнем, я верил в них до последнего, но Красненькая речка реально дала нам бой и как бы и показала нам, что нам еще есть над чем работать. Да, Джамал, на самом деле очень хороший такой мужской матч. В конце забили и оставалась буквально минута. Прямо глаза загорелись и было ощущение, что вот сейчас вы все-таки можете выдернуть эту ничью. Было такое ощущение на поле? Ну, естественно, при счете 3-2, я думаю, глупо считать, что у нас такого ощущения не было. Мы бросились вперед, конечно, понимали, что можем пропустить четвертый. Ну и вообще в конце, как правило, команды раскрепощаются в футбольном плане. Побежали вперед, но отмечу, что ПГ ветеранов классно по футбольному засушило последние две минуты. И, ну, в принципе, они нам ничего не дали сделать. 3-2, мы проиграли второй раз. Вышли, забили первыми, а потом три гола подряд пропустили. С чем это связываешь? Ну, в прошлом матче тоже мы забили первые, и во втором тайме мы провалили. То же самое и сегодня. Второй тайм мы почему-то проваливаем. Думаю, тренерскому штабу есть над чем подумать, почему именно вторые таймы мы проваливаем. Вот есть у нас такой огрех. Может быть, дело в том, какие слова звучат перед вторым таймом? Какие в этот раз были? Не, ну, слова были такие, футбольные, там, немного скорректировали свою игру, но почему-то глаза, мне показалось со стороны, как говорится, да, как капитану, мне показалось, что огонь в глазах моих ребят немного потух. Почему, опять-таки, не могу сейчас дать ответ. А вы, наоборот, вышли, пропустили первыми. Это расслабленность, недонастроенность или что? Или потому что действительно второй матч это тяжело играть? Да не знаю, на самом деле, с чем это связать. Если честно, вот я со стороны все это смотрел. Честно скажу, что первый тайм, он вообще был очень скучный, типа, ну, со стороны обоих команд, типа. Ну, в целом, типа, первый тайм был какой-то вот такой нудный, скучный, и как бы и моментов особо не было, что-то, я не знаю, притирались, может, как бы. Ну, пропустили, да, но, блин, мы не первый раз так пропускаем и берем волевую, типа, ну, для нас это обычное дело, поэтому, в принципе, мы не расстроились. Я в перерыве даже особо ничего не, ну, не вносил никакие коррективы. Просто сказал, так же играть, парни, надо больше бить, и мы забьем. И мы забили три. Ну, и такой вопрос, Коль, у вас очень такая мощная поддержка от болельщиков. Это действительно работает? Да, да, болельщики, блин, знаю по себе, когда играю на поле, болельщики гонят. Если ты все это слышишь, если эти фаера дымят, это очень заряжает. И, как бы, ну, это реально круто. Всем командам желаю завестись, как бы, такой же фан-базой. Мешает играть чужие болельщики? Ну, то есть, это как-то давит на вас? Ну, я скажу, здесь палка в двух концах. Это вдохновляет, как и наших оппонентов, АПГ ветеранов, да, как они на домашнем поле. И лично меня, например, наоборот, это еще больше заводит. Есть стимул именно наказать не 8 человек на поле, а 8 человек запасных и болельщиков, да. Это вот такой стимул. Ну, сегодня они победили, поздравляю их, что сказать. Спасибо, ребят, за интервью.